ПЕСНЯ 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 Его отмечают в России. Сначала к нему присоединилась Москва, уже 10 лет отмечают в Липецке. Но, пожалуй, это праздник каждого из нас. Ну, кто из нас не читает стихов? Давайте поинтересуемся у липчан стихи, каких поэтов они предпочитают. Здравствуйте. Четыре строчки вашего любимого стихотворения. Ты жива ещё, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть строится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Нет, мне же не читают. Не знаю, я стесняюсь. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день поэзии. Интересно, какие стихи вы любите? Может, вспомните четыре строчки? Ой, не вспомню. Да у меня стихотворение любимых. Половина Пушкина, половина Лермонтова. Давайте Лермонтова. Лермонтова. Между Араховой и Куры, там, значит, протекал. Это раз. Второе, значит, Лермонтов вознёсся выше, он главой непокорной александрийского столпа. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не смог. Как ныне собирается вещий Олег, отмстить неразумным хазарм. Их сёло и нивы забуйный набег, обрекан мечам и пожарам. Пользуясь служебным положением, к поэтическому флэш-мобу присоединяется и съёмочная группа телекомпании «Липецкое время». Стихи этого автора можно читать бесконечно, но мы, как и все липчане, ограничимся четырьмя строчками. «Навсегда расстаёмся с тобой, дружок, нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Иосиф Бродский, Елена Сухачёва, Илья Горский, Дмитрий Кузнецов. «Липецкое время».